Все мы много раз слышали, что плохого произойдет с нашим телом и организмом с возрастом. И лапы будет ломить, и хвост отвалится, и как вишенка на торте на куче этих проблем лежит мудрость. Зато ты станешь мудрее. В этом видео мы поговорим, какие 9 параметров нашего тела и мозга улучшаются с возрастом, и что хорошего вам ждать в будущем. Я противник иджизма в любых формах. Возраст это та вещь, на которую мы не можем повлиять и не можем ее изменить. И именно он всегда кому-нибудь не подходит. Мы постоянно для чего-нибудь слишком молодые, и одновременно с этим для чего-то другого уже слишком старые. И балетом начинай заниматься с самого детства, и мини-юбки после 30 не носи, а после 60 вообще с веселым лицом лучше на публике не появляйся. Ты же в конце концов серьезный человек. Где этот подходящий возраст, в котором еще ничего не поздно и уже ничего не рано? Где я пропустила эти мои золотые полторы минуты, когда все было именно так? Особенно печально, когда пациенту, который приходит с конкретной проблемой, с каким-то заболеванием, говорят, ну так все, что же вы хотите, батенька? Это старость, это старческая. Теперь с этим вы будете доживать. Ага, сейчас, не тут-то было. Старение – это естественный процесс. Он начинается с момента рождения. Но это не обязательно должно сопровождаться угасанием всех функций, болями, болезнями и прочими неприятностями. Можно стареть здоровым образом и сохранять здоровье на протяжении очень долгого времени. К тому же пик некоторых ваших возможностей лежит в возрасте после 40 лет, а иногда и после 60. Итак, что же становится лучше в нашем теле после 40 лет? Смотрим дальше. Мы привыкли, что человек с возрастом должен слабеть, дряхлеть и становиться менее выносливым. Но не тут-то было. Исследование, проведенное на ультрамарафонцах, это спортсмены, которые бегут по 50 километров и более, показало, что пик их спортивной формы приходится на возраст после 40 лет. В частности, у женщин пик был от 40 до 44 лет, а у мужчин и того позже. От 45 лет до 49 лет они показывали свои наилучшие результаты. Хотя это очень тяжелый вид спорта, который требует огромной выносливости и силы. Более того, чем на более длительные дистанции бежал атлет, тем позднее приходился этот пик, его наилучшей спортивной формы. То есть, те, кто бежал по 50 километров, показывали свои лучшие результаты в 40-45 лет, а те, кто бежал более 100 километров, показывали лучшие результаты в 45-50 и так далее лет. Кроме того, возраст не помеха для накачки мышц и увеличения силы. Например, самому возрастному выступающему бодибилдеру 90 лет. Есть большое количество людей, которые пришли в спорт и в фитнес в достаточно пожилом возрасте после 50-65 лет и показывают при этом отличные результаты. Например, есть тренер Нахида Абден, которая начала заниматься фитнесом только после 60 лет. Сейчас ей 88, и она фитнес-инструктор. А это Токисима Мико, японский фитнес-тренер. Например, она начала заниматься фитнесом только после 65 лет. В 87 она получила лицензию фитнес-тренера и до сих пор тренирует. Сейчас ей уже 90. Посмотрите, как много может ее тело, несмотря на достаточно поздний старт в таком любительском спорте. В таких видах спорта, как парусный спорт и конный спорт, пик формы спортсмена тоже приходится на возраст после 40 лет, а в некоторых случаях даже после 50. Кстати говоря, космонавтами люди тоже чаще всего становятся в возрасте от 40 до 50 лет. И, например, экипаж недавно запущенного космического корабля «Шэньчжайн-12», это китайский космический корабль, состоит в основном из очень возрастных космонавтов. Так самому молодому в команде 46 лет, а капитану корабля 57. И обратите внимание, в таком возрасте эти люди показывают идеальные параметры здоровья, которые необходимы для отправки в космос. Следующая способность, которая открывается только после 50 лет, это скорость арифметических подсчетов в уме. Мы привыкли думать, что молодой мозг соображает быстрее, однако в исследовании люди старше 50 лет показали намного лучшие результаты по вычислению в уме. Они это делали и быстрее, и качественнее. Я помню, как считала моя бабуля. Пока я лезла за калькулятором, она уже называла готовую цифру. Словарный запас тоже увеличивается с возрастом. На момент выпуска из школы у школьника средний словарный запас – это около 50 тысяч слов. Но максимум этого словарного запаса приходится на возраст 65 лет и старше. Чем старше мы становимся, тем больше мы читаем различных книг, газет, статей, смотрим фильмов, и из-за этого словарный запас пополняется. Для того, чтобы его так пополнить, просто нужно довольно много времени. Кстати говоря, возраст вовсе не ухудшает способности к осваиванию новых языков. Новый язык можно выучить в любом возрасте. К тому же этот навык несколько откатит возраст вашего мозга на несколько лет назад, и вы станете немного моложе. Это отличная тренировка для ума. Следующее – это эмпатия. После 40 лет наши возможности распознавать чужие эмоции резко улучшаются. Было проведено исследование, где испытуемым дали фотографии модели, испытывающих разные эмоции, и попросили определить, какую эмоцию на фотографии испытывает человек. Так вот, люди старше 40 показывали намного лучшие результаты в распознавании эмоций, чем более молодые испытуемые. Распознавание своих собственных эмоций и чужих эмоций часто очень близко связаны, и поэтому, приобретая способность к эмпатии, к распознаванию эмоций другого человека, к лучшему пониманию, что чувствует окружающий. Мы лучше понимаем и свои эмоции тоже. Лучше разбираемся в себе и понимаем, что мы хотим, что нам нравится, а что нет. Так что после 40 лет человеку становится легче понять и себя, и другого. Следующее – это самооценка. Если в подростковом возрасте чаще всего самооценка у человека довольно низкая, то чем старше мы становимся, тем выше становится наша самооценка. При этом больше всего мы себе нравимся и меньше всего придираемся к себе в возрасте где-то от 50 до 70 лет. В 2020 году провели исследование, и оказалось то, что самооценка человека растет равномерно от подросткового периода до самого пожилого возраста. Вообще есть ощущение, что многие люди, становясь старше, становятся более уверенными в себе. Их меньше тревожит чужое мнение, и они становятся действительно более счастливыми и более свободными. Следующий факт еще более любопытный. Согласно исследованиям, с возрастом качество интимной жизни, вопреки ожиданиям, совсем не снижается, а остается на том же уровне, что и в более молодом возрасте. У женщин пик сексуальной активности приходится на возраст от 35 до 47 лет. И менопауза совершенно не означает снижение сексуальной активности. У многих она сохраняется вплоть до самого элегантного возраста. Так что в этом плане тоже нет никакого предельного возраста, когда уже поздно получать удовольствие от своей интимной жизни. У вас может быть все лучшее еще впереди. Удовлетворенность собственным телом, уверенность в своем внешнем виде у женщин в среднем, как оказалось, наступают около 74 лет. У мужчин этот возраст еще более поздний, это около 80 лет. То есть это тот возраст, когда мы наконец перестаем уже придираться к собственному телу и просто радуемся тому, какое оно у нас есть. По-моему, это прекрасно. Возможно, именно поэтому люди старшего возраста вовсе не стесняются иногда посещать нудистские пляжи или купаться в открытых купальниках. Здорово же, они просто радуются своему телу, они им действительно довольны. И это прекрасно. Согласно исследованию 2010 года, пик способностей к решению конфликтов у нас наступает только с 65 лет. Вот это та самая мудрость, о которой столько говорили большевики. И, наконец, счастье. Согласно исследованиям, самый счастливый возраст человека – это 82 года. Именно этот возраст люди отмечали как время наибольшего счастья в их жизни. При этом им предлагались варианты, может быть, это какой-то год из вашего детства или юности или взрослой жизни. Но нет, оказалось, что это 82 года. Я не знаю, что такого волшебного происходит именно в 82 года, но я намереваюсь дожить до этого возраста. На этом канале мы как раз с вами разрабатываем детальный план, как дожить до этого волшебного возраста, и даже до 92 лет, и 102 лет, и быть счастливыми, здоровыми и довольными собой. Не забудьте подписаться. Все эти исследования привязаны к календарному возрасту человека. Но у нашего тела есть еще и биологический возраст. И с точки зрения поддержания здоровья и состояния наших органов биологический возраст намного важнее. Если вам вдруг захочется провести тест и узнать свой биологический возраст, то описание теста с заданиями вы найдете в моем телеграм-канале. Тест довольно объемный, разноплановый, задания там разные, поэтому включить их все в одно видео было бы довольно затруднительно. Кроме общего биологического возраста, есть еще отдельные тесты на возраст мозга, на возраст суставов, различных отдельных частей нашего тела, а также очень точные тесты на биологический возраст с помощью экспрессии различных генов. Это так называемый транскриптомный анализ. Возможно, в будущем в наших электронных документах будет указываться не только календарный возраст, но и биологический. Вы представляете, выкурили сигаретку, и биологический возраст растет, циферки бегут, потом съели яблочко, прошли пару километров, они обратно бегут. Было бы интересно. Оказалось, что с возрастом мы можем стать более выносливыми, более сильными, с блестящим словарным запасом, со сверхспособностями к вычислениям в уме, более уверенными в себе, довольными своим телом и своей сексуальной жизнью, и просто куда более счастливыми. Это те плоды возраста, которые стоит получить. Не позволяйте цифрам в паспорте определять, что вам можно по возрасту, а что уже нельзя. Жизнь продолжается. Пока она продолжается, ничего не поздно. Пробуйте новое, ничего не бойтесь. Получайте удовольствие от каждого дня своей жизни, и уж тем более от каждого месяца и года. Все они цены. Это все время нашей жизни. И нужно бороться за каждый счастливый день. Я искренне вам этого желаю. Будьте здоровее. И до следующих видео.